Блэк Старбургер 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 Вот возникло новое здание ТЮЗа, возникло здание торгово-административное рядышком, кстати, там тоже активно присутствует серый. Должна быть проведена комплексная оценка цветовой среды с учетом тех цветов, которые можно покрасить и в которые нельзя покрасить. Ну, например, если его покрасили в синий, совершенно чужой цвет, или фиолетовый для центра города, то тут сразу без всяких исследований можно сказать, что это не пройдет. Сейчас просто мода на вот эти темно-серые цвета – это не столько требование к самому зданию, сколько требование к бренду. Сегодня более 300 зданий города находятся в перечне вновь выявленных объектов культурного наследия. Отсутствие диалога между властью и бизнесом, по мнению саратовского предпринимателя Михаила Волкова, приводит к разного рода нарушениям. Я думаю, что должна существовать двоичная система для вновь выявленных объектов, когда не только сам предприниматель этим интересуется, но и те, кто его выявляет, они активно информируют письмами собственников о том, что есть такой новый статус в этом здании. На фоне того, что происходит сегодня с историческими зданиями в Саратове, выделять Black Star Burger как-то странно, говорят участники нашей программы. К примеру, почему-то никто из фейсбучных краеведов не требует срочного восстановления исторического здания на Театральной 9, состояние которого, мягко говоря, неудовлетворительное. А это замурованная арка в доме Дружинина на проспекте, построенном по проекту знаменитого архитектора Салько. Три года назад мы пытались разобраться, почему в историческом здании расположена кофейня. Ее закрыли, но дальше дело не двинулось. Год без крыши простояло здание на бабушкином взводе 17, но никто из народных блогеров почему-то не крышует его восстановление. И лишь когда бизнес проявил инициативу, создал привлекательный объект в городе, поднялся страшный шум. Возможно, все дело в одном из совладельцев франшизы. Black Star Burger – бренд, тесно связанный с рэп-исполнителем Тимати. Приобщиться к громкой теме, засветиться пусть даже в непрофессиональных безрезультативных обсуждениях, но быть на слуху – явление сегодня достаточно распространенное. Главное, считают наши эксперты, чтобы это не мешало профессионалам работать и не отвлекало на бесконечное оправдание. Мне кажется, что, наверное, это все-таки связано с именем известного человека. Потому что сказать, что этот сам по себе объект является каким-то уникальным мы не можем. Сказать о том, что это уникальное нарушение или редкое нарушение мы не можем. Поэтому здесь, наверное, все-таки это привлекает чье-то имя к данному месту. И, соответственно, люди начинают обсуждать. Кто-то, может быть, да, пиарится, кто-то подхватывает эту тему и начинает ее обсуждать, чтобы быть в каком-то вот в этом общении, в этом круге. Поэтому я думаю, что здесь ситуация абсолютно типичная и связана она только с именем этого заведения. Самое главное – это то, какую пользу мы можем принести сохранению объектов культурного наследия, продвижению вопросов реставрации и восстановления. Вот это самое главное. Но если это сопровождается каким-то информационной волной и это приведет к чему-то хорошему, это хорошо. Если эта информационная волна просто ради себя и результата никакого не будет, ну, значит, это неинтересно. Субтитры создавал DimaTorzok